Альткоин сезона в этом цикле больше не будет. Вот о чем говорит все наше сообщество прямо сейчас. Оно боится. Но люди не понимают, что сейчас время не для страха. Сейчас время мега возможностей. И в этом видео я объясню почему. Я покажу вам скрытый график, который полностью перевернет ваши взгляды на падение рынка альткоинов. Но прежде чем мы перейдем к делу, не забудь передать за проезд 1 лайк коин. Если это видео наберет 2000 лайков, то альткоин сезон точно постучится к нам в двери. Также прямо сейчас пройди простой опрос. Будет ли альткоин сезон в этом цикле? Напиши в комментариях. Да, альткоин сезон будет. Или нет, в этом цикле альткоин сезона не будет. Мне очень интересно посмотреть за какой вариант проголосует большинство. Ведь это будет индикатором. Итак, вот ключевой график. Он достаточно необычный. И я не видел, чтобы кто-то в твиттере им делился. Многие рассматривают только отдельные графики. Например, эфириум против биткоина. Но обрати внимание на это. График всех альткоинов по отношению к биткоину. То есть цена альткоинов, выраженная в биткоине. Когда этот график сильно растет, это и есть наш альткоин сезон. Падение этого графика это то самое окно возможностей, на протяжении которого мы закладываем основу для того, чтобы за несколько недель в будущем заработать денег на 30 лет жизни. Это период, когда мы зарабатываем больше всего денег. Тогда, когда все падает, как ни странно. И чем больше времени у нас было на подготовку, то есть чем дольше длилась стагнация и падение, тем больше денег мы заберем в итоге. Иными словами, нам выгодна длительная стагнация рынка. По этой логике, это один из самых важных графиков, за которыми нам нужно следить в этом цикле. Первое, что я хочу, чтобы вы поняли, ребята, это то, что коррекция на рынке, включая альткоины, это совершенно нормально. Именно она послужит топливом для правильного развития всего цикла, как в 2021. Причина, по которой я говорю, что это нормально, заключается в том, что одна и та же модель повторялась снова и снова. И эта модель очень проста. После того, как биткоин достигал дна медвежьего рынка и переходил в первую фазу буллрана, альткоины продолжали падать по отношению к нему. И падали до тех пор, пока не достигали первого дна. Этот момент на графике я обозначил красным кругом. Затем всегда происходил приятный, длинный, восходящий тренд с очень сочными, большими зелеными свечами. Этот тренд заканчивался не менее впечатляющим крахом. Это второе дно. Этот момент я обозначил зеленым кругом. Сейчас происходит то же самое. Биткоин достиг дна в ноябре 2022. Альткоины после этого продолжили отставать от биткоина и падать по отношению к нему, пока не нашли свое дно в конце лета 2023. И затем альткоины перешли в первую волну роста где-то до марта 2024. После чего нас ожидало вот это коррекционное движение. В любом случае, мы снова перешли в падение в поисках второго дна уже в зеленом круге. Таким образом, из этого графика можно сделать три ключевых вывода. Во-первых, мы находимся в зоне зеленого круга, что исторически является последней возможностью загрузиться в поезд перед началом движения. Второй момент. Я не вижу никакого логического резона быть медведем на этом этапе рынка альткоинов. Более того, считаю это губительным. Представьте себе, что вы стали медведем вот здесь или вот здесь. И в итоге вы не набирали позиции, а продавали прямо перед этим ростом. Скорее всего, затем вы покупали уже на пиках, когда наконец убедились, что этот рост вроде бы не фальшивый. В итоге вас обманули и раздели дважды только на этом движении. Сначала заставили продать на дне, а затем купить на пике. И наконец, третья вещь. В каждом цикле повторяются общие закономерности. Но каждый раз есть изменения в сроках, вариациях и силе роста и падения. Это и застает людей врасплох. Например, даже в этом цикле биткоин сделал что-то необычное, достигнув своего рекордного максимума до халвинга, чего никогда ранее не случалось. Именно поэтому практически на каждом этапе рынка люди всегда сомневаются и называют разные причины, почему на этот раз все по-другому. Прямо сейчас люди обсуждают то, что альткоин сезона в этом цикле не будет и что этот цикл будет только про биткоин. Чем больше об этом говорят, тем больше я верю в обратное. Мы поговорим об этом более подробно в конце видео. А пока я хочу сосредоточиться на первом ключевом моменте, который заключается в том, что сейчас время мега возможностей для накопления альткоинов. Таким образом, я перехожу к следующей теме этого видео. Анализу второго дна или зоны зеленого круга. Мы уже исторически знаем, что именно эта зона заряжает альткоины на жизнеменяющий забег. Поэтому нам нужно знать, как максимально использовать эту возможность. Есть несколько способов попытаться оценить, когда может начаться альткоин сезон на этот раз. Первый, более простой способ, который заключается в изучении прошлых циклов и в использовании в качестве точки отсчета халвинг биткоина. Сколько времени после него понадобилось, чтобы начался альткоин сезон? В 2016 году это был 161 день после халвинга. В 2020-м 231 день после халвинга. Если применить эти диапазоны времени к текущему циклу, мы получим зону от сентября до декабря 2024-го. Именно в этом диапазоне, возможно, мы увидим начало настоящего альткоин сезона. Проблема в том, что, как я уже говорил, каждый цикл меняется. Например, временные периоды могут оказаться длиннее. И эти незначительные вариации заставляют людей верить, что этот цикл другой, или что в этом цикле вообще не будет альткоин сезона. Так что не стоит полагаться на эти предположения, как на точные гарантированные указания на то, когда альткоины наконец взорвутся. Это всего лишь вспомогательный инструмент. Что на самом деле будет диктовать начало альткоин сезона, так это большой взлет таких крупных монет, как биткоин и особенно эфириум. И это второй метод, который позволит предугадать, когда начнется альткоин сезон. У меня гораздо больше уверенности в этом методе прогнозирования, чем в первом методе. Почему? Потому что в прошлом цикле, вот здесь, альткоин сезон начался после того, как биткоин почти в два раза превысил свой последний исторический максимум. В этом цикле альткоин сезон также начался после того, как биткоин вырос в три раза и Солана, например, потянула его за собой, когда выросла в 10 раз. Причина, по которой это происходит, связана исключительно с психологией людей, которые ведут себя одинаково, когда начинают зарабатывать много денег. Это эффект богатства, зависти и жадности. Когда одни люди зарабатывают деньги на главных монетах, другие чувствуют большую жадность. Причем, чем больше эта жадность, тем большие риски они на себя берут, покупая все более экзотические альткоины и особенно мемкоины. Самый идеальный пример такой психологии – это модные ныне тапалки. Большинство людей упустили ноткоин, который раздал даже не самым активным пользователям от 200 до 1000 долларов. Даже я, уделяя ему не более 10 минут раз в 2 дня, сумел натапать более 900 долларов. Я знаю людей, которые на рефералках смогли заработать с него не менее 20 тысяч долларов. Неудивительно, что последователи ноткоина, такие как Хэмстер Комбат, собрали гораздо большую аудиторию, чем сам Ноткоин. Хэмстер Комбат сейчас самый подписываемый телеграм-канал. Так выглядит синдром упущенной выгоды и жадность в самой гипертрофированной форме. Итак, если мы хотим увидеть альткоин-сезон, который принесет нам столько денег, что можно будет с чистой совестью выйти на пенсию всем семейным составом, то он начнется с того, что биткоин и эфириум, либо биткоин или эфириум сильно вырастут. Другого пути нет. Каждый цикл приходил к альткоин-сезону только под конец сильнейшего роста биткоина минимум в 2 раза. В общем, вот как я представляю себе этот сценарий, в котором мы сейчас находимся. Я считаю, что мы находимся в моменте возможностей, которая меняет жизни целого поколения. И мы просто должны ее использовать, пока еще есть время. И это время закончится быстрее, чем многие думают. Вопрос в том, как нам подготовиться. По сути, все сводится к четырем вещам. Первое. Чтобы как можно раньше ловить новые тренды. Второе. Исходя из новых трендов, позиционироваться в правильные монеты. Третье. Управлять эмоциональной составляющей своих инвестиций. И четвертое. Вам нужно поработать над своим мышлением. И переключиться с «О, черт, я в минусе на 50%» на «Я смогу сделать 500%» в течение нескольких недель на следующем этапе булрана, если сейчас подготовлю портфель». Естественно, я буду выкладывать видео о всех этих вещах на этом канале в течение следующих месяцев. Поэтому рекомендую подписаться. Наш канал, несмотря на настроение на рынке, очень быстро растет. За два месяца мы приросли приблизительно на 15 тысяч подписчиков. Это просто невероятно для меня. Большое спасибо. Из-за того, что мы уже перешли в этот зеленый круг, у нас уже нет права на ошибку. Ошибка будет стоить нам очередных четырех лет ожидания нового шанса. Это и приводит меня к последней и самой важной теме этого видео, о которой говорят многие. Это медвежий сценарий. И здесь у нас две вещи. Первое. Это вероятность того, что у нас больше не будет такого альткоин сезона, как в 2021. Во-вторых, мы обсудим вероятность того, что большинство альткоинов уже достигли вершины этого цикла. Лично я считаю, что утверждение «у нас больше не будет такого альтсезона, как в 2021» похоже на фразу «на этот раз все по-другому». Я уже объяснял, почему отношусь к этому мышлению как к ловушке. Причем двойной. Сначала выгрузить нас на дне, а затем загрузить нас на пике. Я помню, как в прошлом цикле были подобные настроения в отношении альткоинов, когда биткоин пампился в декабре 2020-го. Многие усомнились, что альткоин сезон вообще наступит. А летом 2023-го, более свежий пример, тоже были люди, которые говорили, что альткоинам конец, нужно держаться от них подальше. Второе утверждение о том, что альткоины уже достигли пика в этом цикле. Миром часто движет зависть. Как только люди видят, что другие люди на чем-то зарабатывают, они не могут удержаться от зависти. Но вот что интересно, когда люди разорены в реальной жизни и постоянно страдают от нехватки денег, когда высок уровень безработицы, растет и спрос на лотерейные билеты. Вот почему мемкоины, которые по факту являются лотерейными билетами, могут показывать очень хорошие результаты. Но самое главное, никогда не стоит недооценивать силу нескольких зеленых свечей, которые способны вернуть былую активность на рынок и заставить всех забыть, почему они были настроены по медвежьи еще 24 часа назад. Поэтому я бы сказал, что график всех альткоинов по отношению к биткоину еще не достигал пика этого цикла. Это очень маловероятно. В основном потому, что, как я доказал в начале этого видео, ничего необычного в этом цикле не происходит. Поменялись только тайминги и сила движений. Подобные посты, как этот, никогда не появляются, когда на рынке все хорошо, когда биткоин растет, когда альта взрывается. Они всегда появляются тогда, когда большая часть ущерба рынку уже нанесена. Так что не стоит слишком пугаться прямо сейчас. Но сейчас я добавил бы кое-что еще. Для подавляющего большинства альткоинов осенью, скорее всего, не будет второго взрыва. Мы уже видели, как это происходило в 2021. Помните, у нас был первый альткоин сезон, а затем и второй, позже, в этом же году. Многие монеты, которые были лучшими по прибыли в первом взрыве, в марте, в апреле, в течение всего этого роста, были полностью уничтожены. И не сильно-то и выросли во время второго. Я могу привести множество примеров. Таких, как Кейк, Доги, почти вся экосистема Binance Smart Chain. Они тоже немного выросли во время второй волны, но, как вы видите, второй пик был на 50% ниже первого. Я также видел, как это происходило в 2023 и 2024. Там были такие монеты, как ДАПС. Все эти герои медвежьего рынка. Они буквально ничего не сделали во время всего бычьего рынка. Так что выбор правильных монет сейчас важен, как никогда. И это признак того, что этот рынок зреет, становится взрослее и серьезнее, а вся игра становится сложнее. Но меня учили, не поднимай проблемы, если не собираешься предлагать решение. Вот почему я думаю, что решение заключается в том, чтобы сейчас, во время фазы возможности, подготовить список монет, которые, по вашему мнению, будут хорошо себя чувствовать во время второй волны. И просто накапливать их. Но это не финансовые советы, естественно, а просто поток. Мысли. На этом все. Меня зовут Богатий Ищи Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok